Развитие цифровой инфраструктуры в населенных пунктах обсудили сегодня глава Чуваши и представители компании Ростелеком. В этом году по республике планируется подключить к сети интернет 143 социально значимых объекта. Делать это будут в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Подключение планируют завершить в сентябре этого года. Это и школы, это и ФАПы, это и пункты Росгвардии, пункты полиции, органы местного самоуправления. В прошлом году программа была завершена даже с превышением. Было построено 124 социально значимых объекта. А в этом году осталось подключить 143 социально значимых объекта. Из них львиная доля это ФАПы, 103 ФАПа, 30 образовательных организаций, 1 пожарная часть и 300 органов местного самоуправления. На сегодня интернет отсутствует в 47 малых населенных пунктах. Там живет не так уж много людей, поэтому вопрос, выгодно ли это сотовому оператору, вполне закономерен. Ведь на создание необходимой инфраструктуры уходит немало средств. Решить проблему можно с помощью субсидий. У меня предложение пойти таким этапом. С операторами встречаемся, понимая какой размер и какой приоритет, собственно, из этого можно будет составлять какую-то программу уже решения этой задачи. Сразу говорю, они могут быть разные по стоимости, потому что есть малые населенные пункты, где совсем мало людей. И там достаточно просто на наш существующий столб поставить просто базовую станцию. Обсудили на встрече и вопрос информационной безопасности населения. У компании есть своя программа «Безопасный город». Это платформа, которая призвана объединить в себе все существующие системы безопасности. И ее основная цель – это облегчить принятие управленческих решений в связи с различными чрезвычайными ситуациями и безопасностью в регионе. И система эта многоуровневая. Еще одно предложение установить на фонарных столбах точку доступа Wi-Fi и видеонаблюдения. Надо двигаться по всем этим направлениям. Есть понимание, что, понятно, массово это мы не охватим, но при этом уже вкрапливать в экосистемы, создавать локальные экосистемы, как в жилых массивах, так и в общественных местах. Их надо. И тем самым популяризировать эти подходы. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика.